Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. Сто лет назад Иван Бунин написал эти строки, в которых кроется простая истина. Мы никогда не сможем увидеть того, что канало в лету. Но участники и очевидцы событий оставили свое слово для нас. Один из немногих ключей к тайникам минувших веков. И сегодня мы обратимся к страницам, с которых звучит слово о воинских подвигах. Здравствуйте! С вами программа «Русская культура. Истории О». И вечный бой. Покой нам только снится. Знаменитые строки из трилогии Александра Блока на поле Куликова. Действительно. С тех самых пор, как появилось на карте мира государство Русь, оно подвергалось набегам степи, крестоносцев, наполеоновских войск, фашистских захватчиков. Культура воинства и тема защиты Родины звучит лейтмотивом через всю историю. В древнерусском языке слово «богатырь» соответствует словах «храбр», «удалец». В народе про богатырей сложили много пословиц и поговорок. Например, «народа воля, богатырева доля». Красота мужчины в силе труженика, мужестве и благородстве защитника Родины. Облик такого человека изображен во многих произведениях искусства, посвященных истории нашей Родины. Легендарных воинов знает каждая эпоха нашей страны. В одном из наших выпусков мы вспоминали о взятии Рязани Батыем и подвиге Евпатии Калаврата, чье имя поныне является одним из символов земли Рязанской. Евпатий и его люди вернулись в сожженную уже Рязань и отправились в погоню за воинством татаро-монгольским. В разы превосходящие дружины Евпатия полки Батыя напугались не на шутку, ибо решили, что мертвые рязанцы восстали и мстят за родную землю. Подвиг их горит через века, напоминая потомкам о том, что любовь к Родине в сердце русского человека сильнее жизни. Показалось татарам, что мертвые рязанцы восстали против них и мстят за родную землю. Этот сюжет повторится в истории, в 20 веке. Сто лет назад, 6 августа 1915 года, немцы, осаждавшие русскую крепость Осовец в ходе Первой мировой войны, начали газовую атаку. Жидкий хлор из сотен баллонов устремился на защитников форпоста. По расчетам немецких командиров, после такого никто из русских не должен был остаться в живых, но вдруг мертвые встали. Солдаты 13-й роты, покрытые химическими ожогами, с кровавой пеной у рта и кашлем из обожженных газом легких, встретили врага с оружием в руках. Этот бой стал известен как атака мертвецов. Говорят, именно после него родилась фраза «русские не сдаются». Слушай, Германия вынесла нашу страну, наши предки. Для меня это мой дед, он воевал, мой отец. Он еще жив, он 27 года рождения ушел на фронт. Этот год рождения, 27, мы вызывали весной, срок 5, он ушел осенью, срок 4 добровольно, слава богу, жив. Хотя участников борьбы осталось совсем мало, вот если не ошибаюсь, участников войны, сейчас в Рязани у нас где-то вообще в регионе около 1900, около 2000 осталось всего. И здесь, так сказать, вот даже понять, как не сломали немецкую машину, мы только удивляться. У нас обычно, даже в школе, причине неудачи Красной Армии в начальный период войны. В школе нужно знать, понимать, объяснить. Но вы знаете, вот меня как человека, не как ученка, как человека, интересует другое. Причине неудачи непонятно. Это объяснимо, к сожалению, часть из них это просто наши собственные достатки. То, что каждый день мы недорабатываем по чуть-чуть, завтра доделаем. В момент, когда страшно, враг, обрушка наших границ, идет уничтожать, все это, к сожалению, всплывает. Как наши с вами родные и близкие могли и делать так, что все завершилось 9 мая 1945 года. Вот вы вдумайтесь, немецкая культура, наука, техника, медицина, немецкие дороги, ну что там еще? Почему это все, это великое достижение его цивилизации, когда все эти великие достижения поставлены на службу человеко-экономической идеологии. Немцы были хорошие солдаты, умели воевать, умели отличная техника. И вот заметь, все это хорошо, и в данный момент все было, шло на зло человечеству. И вот эту огромную силу, эту великолепную, организованную, смазанную, знаете, так вот, как хорошее число, надо было ломать. Вот наши пятки ее сломали. Нет сомнений, что самую дорогую цену за победу над фашизмом заплатил Советский Союз. Но гуманистическая позиция советского руководства и советского народа после победы отмечалась даже побежденной стороной, агрессором. В своем романе «Время жить и время умирать» Эрих Мария Ремарк рассказывает о войне глазами немецкого солдата, который признает, правда, за советским народом. «Взявшие меч мечом погибнут» – выражение из Евангелия, которое Петр Павленко, ставивший себе задачу создать образ полководца-патриота, вложил в известном сценарии в несколько измененном виде в уста Александра Невского. «Кто с мечом к нам войдет, отмечая, погибнет. На том стояла и стоит русская земля». Между тем, согласно некоторым источникам, вернувшись после битвы в освобожденный Псков, Александр Невский сказал пленникам «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, отмечая, погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля». В наших силах помнить о том, как наши предки смогли побороть зло и сделать так, что вторую половину 20 века в мире не было войны. Это было не из главных принципов, не шпиль Советского Союза. Есть Батистанина, Хрущева, Брежнева. Ну, по-разному, он это оценивает, история очень сложная, но это несомненно. Советский Союз пытался делать все, чтобы не было новой войны, чтобы фашизм больше не появился нигде в мире. И вы знаете, это, в общем-то, получалось. Вот сейчас я, как человек уже старшего, по крайней мере, скажу, что если Батистанина Брежнева, когда он был жив, он даже, ну, по-любому, если космическому, потому что, главное, чему-то, лишь бы не было войны. И войны, действительно, не было. Холмона покатилась. Мир стал, наверное, короткого ревня на поляну. Сынештатовый мир. Хотя чего-то у их президентов явно не получается быть лидером до конца. То, что везде все полыхает, нет стабильности, перспективы, я, как говори, не радостно, и даже для Америки. И, что и поэтому опыт советской эпохи в этом плане, как минимум, нужно использовать. Автор повести о разорении Рязани Батыем, несмотря на всю горечь сюжета, прославляет защитников родной земли. Таких же защитников слабит в своей повести Тарас Бульба Николай Васильевич Гоголь. Большинство исследователей находят. Все творчество писателя пронизано любовью к государству по имени Русь. В Тарасе Бульбе находим строки, приподнимающие нас над временем, где автор говорит о воинской науке умирать. Как орлы озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою. На добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге. И пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что не народится потом, заговорит о них. Русские литературы ветви Виктора Виноградов раскрывают суть такой жертвенности и самоотдачи воинов. Есть у воина три верных союзника – страх, стыд и смерть. Если воин идет на смерть, он становится бесстрашен. Его начинают бояться. От него бегут враги прочь, а не он. В сцене битвы, изображенной Гоголем в Тарасе Бульбе, из уст каждого гибнущего казака звучат слова, прославляющие Русь. Пусть же пропадут все враги и ликуют вечные веки русская земля. Не успели оглянуться казаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на четыре копья. Дай Бог и всякому такой кончин, пусть же славится до конца века русская земля. И понеслась к вышинам Багдюгова душа рассказать давно отошедшим старцам, как умеют биться на русской земле. И еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру. Поникнул Балабан теперь головою и тихо сказал, «Сдается мне, паны, браты, умираю хорошую смертью. Пусть же цветет вечно русская земля». И отлетела его душа. Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил, «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших товарищей. Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы. И красуется вечно любимая Христом русская земля». Традиции русского воинства через века переходят из поколения в поколение, преобразуясь и трансформируясь. По сей день мальчики, мужчины надевают форму воинов и выбирают путь защиты Родины. Рискуют жизнью для того, чтобы никто не смел посягать на ценности, многостолетия хранимые нашими предками. Мероприятие по совершенствованию деятельности подразделения специального назначения реализуется в Министерстве внутренних дел целенаправленно. Только в течение последних трех лет в эксплуатацию введено 16 новых объектов, одним из которых стал современный многофункциональный учебно-тренировочный комплекс для подготовки и обучения ведомственного спецназа МВД России по Рязанской области. На строительство комплекса понадобилось 2,5 года, и теперь он позволит существенно расширить функциональные возможности для подготовки спецподразделений, дислоцированных в Центральном федеральном округе. Чтобы ознакомиться с расположением, оборудованием и возможностями созданной учебно-тренировочной базы, сегодня в Рязань прибыл генерал армии Виктор Золотов. Ни для кого не секрет, что бойцы ОМОНов, СОБРов, при выполнении ими служебных боевых задач, их служба сопряжена с риском для жизни и здоровья. И поэтому им необходимо совершенствовать, повышать свое служебное профессиональное мастерство. Для этого построена эта база. Хочу сказать, что в 1994 году, с момента своего создания, практически, в 1994 году, в 1994 году бойцы подразделений в составе сводных отрядов СОБР и ОМОН о Рязани принимали активное участие в штурме Грозного. В 1995 году освобождали больницу, завтрашивая больница в больнице города Буденовска. В 1996 году принимали участие в освобождении сводного отряда, который попал в засаду в городе Грозного в площадь минут. И все дальнейшие их действия сопряжены к большим рискам. И хочу пожелать бойцам при выполнении служебных боевых задач, чтобы они возвращались домой и седли с живыми и здоровыми к своим семьям. Пожелать им удачи и всего самого доброго. На территории базы, которая занимает площадь более 8 гектаров, расположены объекты, позволяющие круглогодично проходить обучение и тренировку, при этом отрабатывая любые ситуации, с которыми спецназовцы сталкиваются в своей профессиональной деятельности. Для нас это действительно масштабные события. Ведь успешное выполнение поставленных перед нами задач но напрямую зависит от качества наших тренировок, от качества нашей подготовки и, соответственно, от места, где мы сможем тренироваться. Как раз большим плюсом данного полигона является, во-первых, теперь он наш, мы в любое время можем им воспользоваться. Во-вторых, все условия, необходимые нам как для индивидуальной подготовки каждого сотрудника, так и для подготовки подразделения в целом, они здесь созданы. Ну, сегодня вы уже видели, как работают подразделения, ну, немножко перечислю, то есть по сдержанию преступников на автотранспорте, по освобождению заложников, как работают штурмовые группы в здании, высотная подготовка, боевая стрельба. Я хочу сказать о том, все то, с чем мы можем столкнуться в реальной жизни, у нас теперь есть возможность, ну, здесь отработать. Бойцы и сотрудники спецподразделений ОМВД России по Рязанской области и других специальных отрядов правоохранительных органов региона провели демонстрацию действий по обучению на объектах полигона. Сотрудники продемонстрировали задержание преступников на блокпосту и обезвреживание вооруженных бандитов, укрывшихся в жилом здании. Состоялась демонстрация действий по задержанию автотранспорта с преступниками и тактические упражнения сотрудников СОБР. На завершающем этапе сотрудники показали элементы высотной подготовки. В самом конце повести Тарас Бульба звучат слова. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Не раз эту уверенность укрепляли богатыри и воины, воспетые в былинах, повестях. Написанные на полотнах художников и запечатленные на фотокарточках прямо на линии фронта. Наша задача – помнить их подвиг. С вами была я, Марина Комиссарова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok